Во Владивостоке прошло пятое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. В нем приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяка, зампред Госсовета КНР Джан Го Цин и зампредседателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев. Мы с вами живем и работаем в непростое время, в время геополитической нестабильности, масштабного перестроения мира. Страны, которые десятилетиями навязывали свою волю другим государствам, пытаются сохранить свое положение, оказывая давление на другие страны, пытаясь остановить их экономическое развитие. Эти попытки не увенчались и не увенчаются успехом. Экономика России в 2023 году выросла на 3,6%, а только в первом квартале текущего года на 5,4%. Стремительно растет экономика Китая. Отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться. Наша с вами встреча проходит после государственного визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в дружественный Китай. Юрий Труднев также подчеркнул, что Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. За 10 лет товарооборот Дальнего Востока с Китайской Народной Республики удвоился и в 2023 году достиг 2 триллионов рублей. Существенно вырос объем грузовых перевозок. Только в 2023 году сухопутные пункты из КНР нарастили грузооборот на 35% с 29 до 40 миллионов тонн, что, естественно, предъявляет новые требования транспортной и логистической инфраструктуры. Во время заседания представители обеих стран обсудили возможности для активизации гуманитарных обменов, перспективы сотрудничества в сферах образования, культуры и спорта. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.